Начиная с заседания, председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин пожелал плодотворных успехов членам обновлённого кабинета министров. Я вас поздравляю всех с перезборанием, а кого-то с избранием на новый срок. Продолжить также активно и плодотворную работу по всем направлениям. Далее военный комиссар Ингушетии Заурбек Гадоборша выступил с докладом. Рассказал о ходе отбора на военную службу по контракту и подготовке к проведению осеннего призыва. Работа по набору граждан на контрактную службу продолжается. Все желающие, те, кто изъявили желание поступить на военную службу по контракту, они обращаются как в военные комиссариаты, так и на пункт набора граждан на военную службу по контракту, который находится по Муталиеву. На сегодняшний день нами отправлено более 360 человек на военную службу по контракту. На сегодня мы знаем то, что выплаты именно временные, как от нашей республики, так и от федерального центра увеличены. Мы выплачиваем 400 тысяч и земельный участок выделяется. И федеральный орган муниципалитетной власти, это от Министерства обороны, то же самое 400 тысяч. То есть общей сложностью, в режиме, который призывается на военную службу по контракту из нашей республики, он получает 800 тысяч и земельный участок. Уже актуальна тема подготовки и к отопительному сезону. Коротко об этом доложил замминистра энергетики ЖКХ Ингушетии Алисхан Зауров. Так, муниципалитетами проводится работа по подготовке снегоуборочной техники, котлов центрального теплоснабжения, водопроводных сетей и песко-соляных смесей. По паспортам готовности на заседании обратили внимание глав муниципальных образований, что необходимо заблаговременно подготовить объекты теплоснабжения и устранить все замечания, обозначенные Ростехнадзором не позднее 15 октября. С 9 сентября было проведено проверки в отношении 5 муниципальных образований, имеющихся на заседанную систему. Это Магабек, Магадская, Руба, Назаранский район и города Названь. По результатам проведенных проверок выдано 64 замечания. Сроки установления данного замечания установлены до 16 октября 2024 года. Председатель правительства поинтересовался и тем, есть ли риски срыва графика подготовки к отопительному сезону. Но выяснилось, что сомнения на этот счет возникают в отношении ряда городов Магаса, частично Магабека и Карабулака. Большое количество объектов у нас имеется в Магасе, где там близкие умеется на получение и отсутствие лицензии. В ряде муниципальных образований, которые эксплуатируют какие лицензии джедроны, как истанавливают. Из них только Назрая, Назрая, с приема начали работать на получение лицензии. То есть, Магадек имеет на один, а я, может, раздельник, вы же начали работать. Пожалуйста, я помогаю вам помогать. Помогать все, программы. Руководители, наши, тоже здесь, на то же не будут просто говорить, что они готовы. Мы даже нельзя, мы майки, что-то документы. У нас работа идет по проведению трехотерийных порядок. Останим замечанием, там недели срок, все замечания непостоянные. Далее, под председательством Владимира Сластенина обсудили ряд насущных вопросов, в том числе о внесении на рассмотрение в Народное собрание нескольких нормативных актов. Адам Ирешков, Сулейман Костоев, Магаз 24.